Спасибо большое, что согласились на интервью. Начать бы я хотелось с таком вопросу. Насколько сегодня вы, ваши соратники по оппозиции, отслеживаете ситуацию в Беларуси и положение вещей, понимаете, внутри страны? Не чувствуете ли вы, что растет какая-то дистанция между беларусами за границей и беларусами внутри страны? Знаете, это является одним из наших приоритетов, чтобы вот эта разница в восприятии ситуации, она не увеличивалась. Я не хотела бы, чтобы те люди, которые выехали и продолжали борьбу, продолжали эту борьбу в каком-то своем пузыре, оторвавшись от понимания ситуации в Беларуси. Поэтому лично со своей стороны я каждую неделю общаюсь с беларусами, которые звонят в том числе и из Беларуси, чтобы понимать, чем живет и что думают беларусы. И, конечно, у каждой организации, которая выехала, остались свои контакты внутри страны. У нас все еще есть возможность проводить какие-то экзит-полы. Конечно, есть погрешности и ответы на вопросы из-за тотального страха внутри страны. Но все равно мы прислушаемся к людям, мы понимаем, какие их проблемы сейчас интересуют. И многие говорят, что падает внимание к демократическому движению. Но мы должны учитывать, что возможности для отслеживания ситуации по альтернативным медиям достаточно ограничены, потому что за подписку на каналы, за участие в каких-то обсуждениях людей преследуют беларуси. Поэтому в Беларуси все усилия, чтобы не терять эту связь и, наоборот, только усиливать. На ваш взгляд, каков сейчас уровень поддержки у вас и каков у Александра Лукашенко? То, что я знаю, наверняка поддержка нелегитимного режима не увеличилась, и наоборот, она падает. Потому что беларусы все больше и больше осознают, что Лукашенко и его нелегитимная власть готовы жертвовать беларусами, готовы жертвовать нашей независимостью, суверенитетом для каких-то своих выгод, чтобы Лукашенко остался у власти, он потерял поддержку беларусов. И все видят, что он делает с нашей страной, отдает ее просто в руки России, и размещение отзыва наружу. Багнеры в Беларуси абсолютно не преддают никакой дополнительной поддержки режиму Лукашенко. Что касается меня, я несмотря на то, что есть критика в отношении моей работы, и это нормально. Есть, конечно, хейтеры, которые просто делают свою работу, чтобы деморализовать, чтобы унизить. Я слышу все-таки больше поддержки, очень много поддержки лично мне и работе офиса, и объединенного переходного кабинета. Люди понимают, в каких условиях мы работаем. Недостаток человеческих ресурсов, недостаток финансовой поддержки и структурами, в целом движению, ограничивать наши возможности. Но беларусы понимают, что мы делаем эту работу, часто жертвуя и своим временем, и здоровьем. Но тем, кто выехал, я всегда говорю, что наша задача работать и за себя, и за тех, кто остался в стране. Потому что люди не утратили веру, люди не утратили этот запал, да, он сейчас в подполье. Но когда придет момент, вот этот пожар, маленький огонек внутри каждой беларусы, он опять вспыхнет. Люди будут готовы опять идти защищать свой выбор и будущее нашей страны. Какой, на Ваш взгляд, уровень поддержки и интереса к демократическим силам и к Беларуси у западных партнеров? Особенно это актуально, мне кажется, в свете того, что сегодня представители Демсил заявили, что в перспективе видят Беларусь членом Евросоюза. Я бы назвала уровень поддержки и солидарности достаточно высоким. Единственное, что, возможно, в демократических странах недостаточно инструментов борьбы с режимом. Конечно, есть много над чем работать. Возьмем, к примеру, те же санкции. Здесь еще мы понимаем, что санкции наложены и на бизнесы режимные, и на людей, но оставлены такие дыры в этих санкциях, которые очень легко в Лукашенковский режим обходит. Именно поэтому мы просим наших партнеров демократических создать, уже начинать создавать механизмы по устранению этих возможностей для обхода санкций. Что касается поддержки демократических сил, тоже есть куда расти, потому что ситуация ухудшается, сил и человеческого ресурса требуется гораздо больше, чтобы работать над всеми теми вызовами, которые стоят перед нами. На политическом уровне, конечно, фокус сейчас на Украине, но мы полностью это поддерживаем, потому что мы понимаем, что Украине нужно победить, и она победит, и тогда и для белорусов откроется новое окно возможностей. Иногда не хватает белорусского голоса на разных встречах, на каких-то конференциях, на саммитах, потому что у нас такая ситуация нестандартная, мы как бы люди без государства, потому что государство захвачено узурпатором, но все равно уже принят ряд беспрецедентных решений по отношению к белорусам, это институциализация наших взаимоотношений с европейскими структурами, мы присутствуем на многих международных площадках, и это очень важно продолжать, потому что у белорусов должен быть голос. Мы уже видим, как многие организации не работают со структурами режима, считывая, что они, конечно, не признаны легитимным руководителем, и вместо этого находятся способы, как можно дать голос настоящим, скажем так, продемократическим и белорусам. Поэтому работы очень много, как и у нас, так и у наших органов. В 2024 году в Беларуси ожидаются парламентские выборы, в 2025-м президентские. Есть ощущение, что избирательная кампания уже началась. Как вы намерены действовать в этой связи? Любые выборы в Беларуси сейчас это будет фарс и имитация. Пока в ситуации такой глубокий политический гуманитарный кризис, когда людей репрессируют за их мнение, о свободных, честных выборах не может идти речи. Поэтому, какими бы ни нарисовали результаты выборов, если они, конечно, будут иметь место, мы призываем и мировое сообщество не признавать эти выборы, мы призываем белорусов игнорировать эти выборы, и мы будем проводить соответствующую свою кампанию. Сейчас в 2024 году будут так называемые выборы местной советы, и поэтому мы будем объяснять людям внутри Беларуси, почему не стоит идти, почему они могут быть признаны легитимными и правомерными. Но, слушайте, в любом случае Лукашенко может нарисовать себе что он хочет, он делал это много-много лет, поэтому белорусы не верят, потому что он там тебе нарисует, он себе в голове нарисует, а на мнение людей это не повлияет. В каком статусе вы будете действовать после 2025 года? Опять же, так как выборы без перемен в Беларуси не могут считаться легитимными, потому что в 2020 году Лукашенко проиграл выборы, но удержался в власти благодаря тирании и поддержке Путина, то я буду продолжать работу в том же статусе, в котором я имею в виду сейчас. Вы даже в интервью сейчас говорили, что после победы в Украине решатся вопросы, связанные с Беларусью. А что остается белорусам? Только ожидания? Слушайте, это не ожидания, когда люди сидят и ждут, когда их кто-то придет и спасет. Люди готовятся, потому что в Беларуси существует подпольное движение, оно не массовое, оно не видно, потому что за любые проявления несогласия людей сажают в тюрьму просто на колоссальные сроки, но люди организовываются в маленькие ячейки внутри страны и происходит коммуникация между тем, кто выехал и тем, кто остался. И вот я вспоминаю реакцию людей, когда была ситуация, что Кашенко заболел, потом, когда Вагнер пошел на Москву, сразу же миллион запросов. У нас готов план, что нам делать, давайте нам инструкции, мы готовы. То есть, когда настанет тот момент, когда появится окно возможностей, вы увидите, что люди не просто сидели и ждали, а люди готовились. И, конечно, победа Украины даст нам огромную возможность воспользоваться этой ситуацией, но нельзя исключать, что перемены в Беларуси могут наступить и раньше, чем победа Украины, потому что очень нестабильная ситуация. Кремль ослабевает, следовательно, Лукашенко ослабевает. И люди, которые возле Лукашенко понимают, что он ведет нашу страну в никуда, он отдает нашу страну России, что он просто уничтожает нашу нацию, нашу идентичность. Мы видим такую глобальную русификацию в нашей стране. А вот эта вот белорусская годность, она сейчас на очень высоком уровне, и для людей важно сохранить нацию, независимость и суверенитет. Это наивысшая ценность для белорусов. И это стало, это не просто слова, это стало реально в сердце каждого человека. Поэтому, конечно, мы будем, мы воспользуемся любой возможностью, чтобы изменить ситуацию в стране. Проблема политзаключенных в Беларуси неразрешима? Она проблема неразрешима, пока Лукашенко находится на сильном путем власти. Мы, конечно, предпринимаем попытки переговоров с нашими демократическими партнерами, потому что все равно наша одна из целей это освобождение политзаключенных, через переговоры. Это не значит, что переговоры будут с Лукашенко, тогда с людьми, которые понимают, что нужно вытаскивать страну из глубокого гуманитарного и политического кризиса. Но все равно наша стратегия остается неизменной. Это давление на режим, чтобы настолько такие невыносимые условия поставить для режима, чтобы они осознали, что дальше двигаться уже не надо. И поэтому это может быть тем шагом, с которым начнутся переговоры. Во время марафона солидарности с политзаключенными в Беларуси вы сказали, что сожалеете о том, что уехали из Беларуси. Почему? Что могло бы измениться? И когда вы можете вернуться в Беларусь? Это был очень тяжелый шаг для меня выехать, потому что у меня было ощущение, что я бросаю людей. Я уже много раз чала на этот вопрос, чтобы в тот момент, знаете, внутренне я маму убедила, но я не оставила борьбу. И, знаете, я глядясь назад, я понимаю, что если бы я осталась, я была бы в тюрьме, невозможно было бы сделать ничего. Поэтому это такой очень сложный моральный выбор. Ну, как есть, так есть. И когда я смогу вернуться в Беларусь, я не знаю, ни один эксперт сейчас мне скажет, когда Беларусь может быть свободной, точно так же, как и по окончанию войны, по победе украинцев в этой войне. Но я знаю, что каждый день систематично, целенаправленно мы должны работать, чтобы этот день приблизить. И последний вопрос. Три года назад, еще до выборов, на вопрос корреспондента Дочи Вэля, собираетесь ли вы идти до конца, вы ответили, цитирую, «Я как слепой котенок, я не знаю, как правильно поступить, но если меня зарегистрируют, я пойду дальше, а там, кто знает, может и в бюллетень окажусь». Как вы сейчас ответите на этот вопрос? Знаете, я помню уже, когда меня зарегистрировали, и журналист меня спросил, готовы ли вы идти до конца, я говорю, а что для вас конец, я иду до победы. И мое мнение с тех пор не изменилось, я буду делать, что я могу, в тех условиях, в которых мы имеем, пока я могу работать. И только поддержка белорусов меня вдохновляет, осознание того, что мы все несем ответственность перед теми белорусами, которые сейчас находятся в тюрьмах, у которых нет другой надежды, кроме как на нас. И в целом вся Беларусь стала такой политвязанкой сейчас. И поэтому, сколько мы хватит сил, я очень надеюсь, что это не продлится долго, три года это уже большой срок. Я не знаю, сколько нас еще дней, месяцев, не дай бог лет ждет впереди, но пока есть внутренние моральные силы, физические, я буду работать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...